Девушки отдыхают 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 И едут на работу Нет проблем Если ты один Белый Есть вероятность Что кому-то что-то в голову стрельнет Страшно тебе там работать? Нет Когда уже осознаешь Что могло бы это случиться Понимаешь что страшно А так нормально, привычно. А тебе за него страшно? Конечно. Сегодня не отпущу, никуда не поеду. Наши родители враждовали в свое время. Отцы? Да, были конкурентами по политическим направлениям. То есть они были депутатами? Ну, да. Ну, практически. Саша, папа депутат, а мой бизнесмен. И у них на этой почве были там. Я очень переживала, что, ну, как я встречаюсь там с сыном человека, который, ну, такие отношения, вот. Как ты папе сказала? Он просто, я как-то пришла ночью, сказала, что я еду с Сашей к Оржовым в Одессу завтра утром. А папа как отреагировал? Отпустил. И через два дня вернулись, и там уже было все понятно, что мы остаемся навсегда, наверное. Ну, а как твой отец отреагировал, когда ты сказал, что ты влюблен? Доча по нему. Сам позвонил уже Аниному отцу, и они встретились, переговорили по-мужски, ну, то есть. Причем у них сейчас прекрасные отношения. Никто не вспоминает там о каких-то вопросах и проблемах. Прям он такие каплети, правда? У нас даже на свадьбе были, ну, вот, истории связаны, там, с Ромео Джульеттой, ну, вот, именно постановки разные. Ну, поэтому и поехали на свой медовый месяц в Верону. Нас подшучивали Ромео Джульеттом, ну, мы и дешевле поехать. Давно вы в браке? Третий год. А как вы переживаете эту разлуку? Ну, тяжело, на самом деле, очень. Жалко, что в Скайпе нет 3D, чтобы пообниматься. А так, да, каждый день в Скайпе. Да, сложно очень. А когда тебе его не хватает больше всего? Ну, наверное, когда вот нужна какая-то поддержка, когда что-то не получается где-то, тогда особенно не хватает вот какого-то там плеча, да, чтобы можно было поплакаться, потому что у нас 9 часов разница, то есть я ему даже, ну, сообщить вовремя не успеваю. Ну, так чисто по-женски, там, нет настроения, хочется всплакнуть, ну, грубо говоря, да, вот. Кому плакать? Супругу. Вот, тогда, конечно, не хватает очень сильно. Мой день рождения в этом не было 25, Сашки не было, он был на работе. И вот, и у нас был день рождения по Скайпу. Гости. Моя фотография в колпачке. За столом сидела. Возле праздничного торта. То есть тоже было, конечно, не хватало очень сильно. Самое тяжелое – это свое расстояние. Очень тяжело. В моральном плане очень тяжело. А так, все, что какие-то были невзгоды, там, сложности, это ничто по сравнению с разлуками, я считаю. Да, мы очень сильно повзрослели, на самом деле, за это время. Начинаешь переосмысливать то, что было раньше. Сложности не нужны, потому что, когда все хорошо, даже как-то неинтересно. Ну, да, не ценишь. Не ценишь, да, это то, что все как-то в одну линию сводится. А человек так устроен, что ему нужно где-то в чем-то потерять, чтобы понять, как он хорошо жил. И какая у него хорошая семья. И дорожить каждое мгновение. Надо относиться философски к расставанию. Что мы и делаем. Да. Мы стараемся сильно себя не накручивать, но расставаться сложно. Слезы текут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова